В эфире телерадиокомпания Шибекина. В студии Валентина Ягупова. Здравствуйте! Самые интересные новости из жизни города и района сегодня в нашем выпуске. Восьмое заседание Муниципального совета Шибекинского района состоялось на прошлой неделе. День работника культуры отметили в кинотеатре «Космос». Финал районного молодежного конкурса «Агитбригад» прошел в минувшую среду. А теперь об этих и других событиях подробнее. Восьмое заседание Муниципального совета Шибекинского района состоялось на прошлой неделе. О вопросах, рассмотренных на повестке дня, расскажут наши корреспонденты. 28 марта во Дворце культуры состоялось восьмое заседание Муниципального совета Шибекинского района, в котором приняли участие глава администрации Шибекинского района, заместители главы администрации района, председатели комитетов, начальники управлений, главы администрации городского и сельских поселений, межрайонный прокурор, представители муниципальных учреждений и предприятий, члены общественных организаций. Отчет главы администрации Шибекинского района Алексея Николаевича Калашникова об итогах социально-экономического развития Шибекинского района за 2013 год и планах на 2014 год стал основным вопросом, вынесенным на повестку дня. Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Шибекинского района за 2013 год, который является общим результатом работы администрации района, муниципального совета, органов местного самоуправления, поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех жителей нашего района. Качественный анализ ситуации и серьезная проработка задач текущего года для нас очень важны, ведь все годовые достижения района – это перспектива дальнейшей модернизации экономики, социальной сферы, обеспечения финансовой стабильности и повышения качества жизни на сезоне района, которое нам будет осуществлять в рамках стратегических направлений, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином и Животном Послании Федерального Собрания. Во главу угла поставлены уровень качества жизни жителей района. Это масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом, тем не менее, сегодня есть о чем учитаться перед жителями района. Еще каких-то 5-6 лет назад с трудом верилось в возможность реализации большинства осуществленных на сегодня проектов и программ. Это стало реальным благодаря формированию конструктивных самоотношений с областной властью, федеральным центром, депутатами всех уровней, представителями политических партий и общественных движений. Алексей Николаевич заметил, что в 2013 году завершился проект модернизации региональных систем общего образования, определивший новые образовательные стандарты. В 2013 году после капитального ремонта открыты школы в селах Большитроицкая, Графовка. Проведена реконструкция школы в селе Купино. В 2014 году будет начато строительство блока начальных классов в поселке Маслова-Пристань. Будет проведена реконструкция школ номер 6 в городе Шибекино и селе Первое Цепляево. Капитальный ремонт школ номер 2 в городе Шибекино, в селах Ржевка, Красное. Капитальный ремонт школ с размещением детского сада в селах Старикова и Большой Городище. Уважаемые депутаты, президентам поставлены задачи по достижению в ближайшие годы достаточно высоких значений ряда показателей социально-экономического развития Российской Федерации. Губернатор Белорусской области Евгений Степанович Савченко определил и поставил перед нами задачи, которые мы должны решать на муниципальном уровне. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с банкротством ряда предприятий, экономическое развитие Шибекиноска района в 2013 году демонстрировало положительную динамику и в целом соответствовало общероссийским и областным тенденциям. Общий объем окруженной продукции, выполненных работ и услуг Божжелегинского района за 2013 год составил 36 миллиардов рублей, что на 3% выше уровня 2012 года. Объем окруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности составил более 14 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства составил 101,4%. Это выше, чем индекс общероссийский, общероссийский 126. Оборот роличной торговли увеличился до 6,5 миллиардов рублей. Это почти на 15% больше, чем в 2012 году. Несмотря на высвобождение рабочей силы в прошлом году, в районе уровень безработицы остался на прежнем уровне и он составил 2,5% от экономических активов населения. В планах на ближайшие годы строительство ряда объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Новая Товолжанка и Большетроицкая, которые создадут условия для занятия спортом населения местного и районного уровня, в том числе маломобильных групп населения. Еще одним инвестиционным проектом, в рамках которого на первом этапе будет создано 500 рабочих мест, является проект по производству завода, по производству мебели для семей. Этот проект реализуется предприятием ООО «Радома». Общий объем инвестиций в данный проект составит более 330 миллионов рублей. Налоги под солидированный бюджет области составят более 30 миллионов рублей после выхода предприятия на проект по мощности, а также самый важный фактор в данном проекте является увеличение количества вновь сложных рабочих мест до 1000 единиц. В рамках концепции классикального развития Беларусской области до 2018 года ЗАО «Агробиотехнология» планирует организовать биотехнологическое производство биологических средств защиты растений. Общая сложность проекта составляет также 300 миллионов рублей. В конце своего выступления Алексей Николаевич отметил 2013 год дал старт социально-экономическому развитию района. Также на заседании были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся работы администрации Шебекинского района. Подвел итоги заседания председатель муниципального совета Федор Васильевич Тарасов. Теплые и сердечные поздравления с Днем работников культуры принимали служители данной отрасли. Подробности в следующем сюжете. 25 марта свой профессиональный праздник отметили хранители и создатели культуры, сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности. И, конечно же, к такому празднику было организовано прекрасное культурное мероприятие в стенах кинотеатра «Космос». Поздравила с праздником присутствующих председатель Комитета социальной политики администрации Шебекинского района Анна Михайловна Кочарова. Я хочу вам сказать огромное спасибо не только за тот праздник, а за всю вашу работу, за то, что вы делаете. И низкий, низкий вам поклон. Я уже один раз как-то вам говорила, что я горжусь тем, что я с вами работаю. Я горжусь тем, что мы с вами сотрудничаем. И я всегда буду это повторять. Анна Михайловна вручила почетные грамоты Управления культуры Белгородской области людям, внесшим большой вклад в развитие культуры Шебекинского района. Наталья Николаевна Мушенко, заместитель начальника Управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Шебекинского района, вручила грамоты и ценные подарки руководителям лучших культурных учреждений города. Централизованная библиотечная система, директор Гулизар Амариевна Алункачева. Шебекинский историко-краеведческий музей, директор Эдуард Николаевич Позняков. Модельный дворец культуры, директор Александр Григорьевич Прокопчук. Также Наталья Николаевна по итогам 2013 года вручила заслуженные грамоты и подарки в различных номинациях. Заместитель главы администрации города Шебекина Татьяна Викторовна Работягова подошла к поздравлению работников культуры с творческой стороны. Поздравляю с Днём работников культуры, самых творческих людей большой страны, всех создателей кино, литературы и хранителей обрядов старины, кто поёт, играет, пляшет и рисует, увлекая от нас прекрасный светлый мир, ярко праздники всегда организует и придумывает кучу всяких игр. Вам желаю удивительных открытий. Пусть энергия всё так же бьёт ключом. Пусть побольше ярких, светлых мыслей. Счастья вам и в малом, и в большом. Татьяна Викторовна вручила грамоты главы администрации города Шебекина. С праздником поздравил работников культуры председатель городского собрания городского поселения город Шебекина Дмитрий Михайлович Песклов. Он пожелал творческих успехов во имя процветания культуры района, новых интересных проектов и благодарной аудитории. Более 120 человек со всего района были награждены в этот день грамотами, ценными подарками и аплодисментами. Именно благодаря работнику культуры сохраняются сотни великолепных и создаются новые культурные мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого его участника. День работника культуры – заслуженная оценка вклада замечательных людей в сохранение и приумножение духовного богатства нашего государства. Ежегодный конкурс агитационных бригад среди школьников прошёл в Малом зале Дворца культуры. Кто же носит почётное звание «Лучшая агитбригада района» расскажет Алексей Коновалов. 26 марта состоялся финал районного молодёжного конкурса «Агитбригад. Я выбираю жизнь», направленного на профилактику немедикаментозного потребления наркотических и психоактивных веществ. В конкурсе приняли участие ребята из трёх школ, которые в яркой доходчивой форме высказали своё мнение о здоровом образе жизни. Для судейства были привлечены специалисты, которые не понаслышке знают о проблемах в молодёжной среде. Это заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шебекинского района Надежда Васильевна Мищенко, педагог-организатор Шебекинской гимназии-интернат Оксана Николаевна Суботина и руководитель телерадио-компании Шебекина Антон Владимирович Ефременко. На импровизированной сценической площадке первыми выступали агитбригада средней общеобразовательной школы номер один под названием «Мы за здоровый образ жизни». «Меня зовут здоровый!» «Терпеть, не могу эту дряхту устаровать!» «Раньше она была спутницей старых и пожилых людей, а теперь ещё и молодых!» «Из далёкой глубины истории доносится мой крик о помощи!» «Я прошу вас, люди, опомнитесь, иначе я не смогу пригодиться никому!» «И тогда будет торствовать она, а не я!» Ребята высказали своё твёрдое нет наркотикам, курению и алкоголю и показали, что физкультура и правильная организация дня могут сделать человека счастливым и подарить ему долгую и яркую жизнь. Вторыми выступала агитбригада Маслово-Пристанской школы «Надежда». «Жизнь! Жизнь! А вы знаете, что такое жизнь?» «Это знают все!» «Как это прекрасно — жить на Земле!» «Встречать рассветы, провожать закаты, любоваться звёздным небом, ходить в школу, встречаться с друзьями, каждый день верить улыбку родителей, бегать, прыгать, играть, мечтать о прекрасном, беть, любить, надеяться, жить!» Ребята доказали, здоровый образ жизни — фундамент всех будущих достижений, учёбы, работы и даже личного счастья. Пока готовились команды, сотрудники отдела молодёжной политики провели тематическую игру для всех участников. После игры завершала выступление агитбригада Ржевской школы. «Уже тысячи лет длится эта война, между злом и добром существует стена. Каждый может упасть или встать и пойти, только сам человек может душу спасти». Участники убеждены, что во многом судьба человека зависит от того, сбережёт ли он здоровье с молоду. По итогам выступления участников первое место заняла агитбригада из Маслово-Пристонской школы. Все выступающие были награждены ценными подарками и дипломами от отдела молодёжной политики администрации Шебекинского района. Анализируя результаты мероприятия, жюри отметили, конкурс способствует формированию активной жизненной позиции учащихся, ценностного отношения к здоровью и ответственности за свои поступки. Представленный высокий уровень подготовки говорит о заинтересованности участников и их педагогов, популяризации здорового образа жизни в молодёжной среде. Пятого апреля в Модельном дворце культуры выступит артист эстрады, сатирик и актёр Николай Лукинский с новой юмористической программой «Язык без костей». Неизменный участник аншлага в этот вечер подарит зрителям хорошее настроение и много положительных эмоций. Миниатюры Николая Лукинского никого не оставят равнодушными, ведь он профессионально умеет заставить улыбаться всех и каждого. Визитной карточкой Николая Лукинского является образ приехавшего из Зимбабве студента. В этом уникальном юмористе в первую очередь привлекает неординарная способность совмещать дарованную природой живую мимику с характерным голосом и полной отдачей сцене. Не пропустите это грандиозное событие. 5 апреля, начало в 14.00. Билеты приобретайте в кассе Дворца культуры. Подробности по телефону 5-42-03. Весенние каникулы у шебекинской молодежи начались с приятного момента. Массовые катания на коньках в ледовой арене «Айсберг» собрали самых активных и позитивных представителей молодежи. Встретить весенние каникулы на льду. Такого в Шебекино еще не было. 24 марта все любители веселых затей и катания на коньках собрались в ледовой арене «Айсберг». Ребят поприветствовали начальник управления физической культуры и спорта администрации Шебекинского района Сергей Валерьевич Белоусов, директор ледовой арены «Айсберг» Юрий Николаевич Кривченко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шебекинского района Надежда Васильевна Мищенко, заместитель начальника отдела молодежной политики Наталья Васильевна Батвина. Необычным гостем на арене был Дед Мороз, который привез за собой весну. Главные герои праздника развлекали пришедшую молодежь, проводили игры и конкурсы. Солисты Шебекинского дворца культуры исполняли зажигательные песни, под которые было так здорово кататься. В финале праздника все участники получили сладкие призы и памятные подарки. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Шебекина. Территория без наркотиков». Молодогвардейцы в преддверии празднования Международного Дня Смеха решили напомнить жителям города, что бодрые шутки и смех укрепляют здоровье не хуже, чем витамины. Каждый год День Смеха или День Улыбки отмечают в нашем городе весело и задорно. Всем известно, что хотя праздник не является национальным, он отмечается во многих странах. Во время празднования 1 апреля принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. В преддверии 1 апреля ребята-молодогвардейцы провели опрос среди молодежи. Шебекинцы рассказали нашим корреспондентам о том, как они собираются разыгрывать друзей. Ну, как известно, 1 апреля – это день юмора, веселья и позитива, и мы решили подшутить над нашими школьными друзьями и намазать мыло возле школьной столовой прозрачным лаком, чтобы никто не смог помыть руки. Ну, например, в столовке поменяем столь с сахаром. 1 апреля мы с одноклассниками решили прикольнуться над учителями и намазать доску воском. Писать никто не сможет. Я решила прикольнуться на сейс-дестрон и насыплю вместо шоколадных подушечек и кошачьей конкурс. Ребята из молодой гвардии раздавали листовки с шутками и забавами. Они с энтузиазмом поделились с горожанами самыми остроумными розыгрышами и напомнили – шутка действительно удалась, если громче всех над ней смеется тот, над кем подшутили. Ха-ха-ха! Юбилейный вечер, посвященный 55-летию театра, отметили 28 марта во Дворце культуры. Народный театр «Студия Горизонт» представил зрителю театральный капустник под названием «Вся жизнь театр». Подробности в следующем сюжете. Вот уже более 50 лет во всем мире 27 марта отмечается Международный день театра. Это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра. Это также праздник миллионов неравнодушных зрителей. Для театра-студии «Горизонт» этот праздник особенный еще и потому, что в этом году исполняется 55 лет с момента основания коллектива. Почетное звание «Народный» «Горизонт» получил в 1967 году. Годом ранее театр-студию возглавил Георгий Михайлович Орлов, ученик легендарного Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Эстафету отца подхватила Елена Георгиевна Орлова, которая вот уже 30 лет руководит театром. В 1984 году Елена Георгиевна окончила Орловский филиал Московского института культуры по специальности режиссура. Талантливая выпускница пришла работать в Шебекинский дворец культуры. Первым ее спектаклем стала пьеса Ольги Павловой Кучкиной «Страсти по Варваре». В настоящее время коллектив «Горизонта» сложился из ярких самобытных актеров. Старшее поколение, люди самых разных профессий, младшие, талантливые, неординарные ребята. Творческую семью коллектива прочно объединяет одно увлечение – театр. Безмерная к нему любовь, желание раскрыть свой талант, реализовать себя. И, несомненно, любовь к сцене и зрителям. Каждый год театр-студия «Горизонт» радует шебекинцев премьерой нового спектакля, а порой даже двух. Все, кто пришли 28 марта на юбилейный вечер, были приятно удивлены многообразием исполняемого репертуара. Отрывки из сказки Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», «Помела или как пришить старушку» комедии Жанна Батиста Мольера «Тартюв», «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери – далеко не весь список произведений в копилке Шебекинского театра. «Ты для меня всего лишь маленький мальчик, как и тысячи других маленьких мальчиков. Я для тебя всего лишь простая лисица, как и тысячи других простых лисиц. Но если ты приручишь меня, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя единственным в целом свете». Поздравить коллектив пришли друзья, знакомые, официальные лица. Поприветствовал участников театра студии «Горизонт» глава администрации города Шебекина Артем Александрович Кириченко. «Я думаю, не случайно, что вчерашний праздник, международный день театра, сегодня продолжается на нашей сцене. Вы знаете, посмотрев сегодняшний отпускник театра, сделал для себя вывод, что земля Шебекинская полна талант. Само название театра студии, оно символично. «Горизонт» – это та линия, которую мы всегда стремимся, но которую никогда не достигнут. Так и наши артисты, они всегда стремятся постичь новое, постичь, поставить новые, интересные спектакли. И мы ждем с нетерпением каждый год новых бюлеров. Я думаю, что мы сегодня с благодарностью еще раз выскажем слова и низкие поклонники для Дмитрия Мал, как раз сегодняшнему руководителю. Огромное вам спасибо! Артем Александрович по случаю юбилея вручил участникам театра почетные грамоты и благодарности. Приятным подарком от администрации города стала гитара. Поздравили актеров коллеги из Белгородского района и Масловой пристани. Много теплых слов и поздравлений звучало со сцены в этот день. 15 апреля Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина представит на шебекинской сцене постановку Урсулы Макаровой «Жан и Беатриса». Первые представления спектакля прошли с большим успехом. Зрителей взволновала история двух одиноких сердец, пронзительно рассказанная двумя молодыми актерами. Главные герои втайне мечтают обрести любовь и боятся разорвать путы надоевшей свободы. Не упустите возможность прочувствовать вместе с главными героями тонкости душевных переживаний. Билеты в кассах Дворца культуры. Подробности по телефону 542-03. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Антон Ефременко, Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Алексей Коновалов и я, Валентина Ягупова. Оставайтесь с нами. Антон Ефременко